Аргентина, Барбадос, Финляндия, Ирландия, Россия. WorldSkills – один из самых масштабных чемпионатов рабочих профессий во всем мире. И, конечно, к такому событию участники активно готовятся. В нашей республике даже работает специальный межрегиональный центр компетенций. Какие в нем созданы условия и как проходят репетиции будущих чемпионов – об этом в программе «Один день с профессионалом». Машиностроение, деревообработка, авиа- и кораблестроение. Ни одну из этих отраслей сейчас невозможно представить без автоматизированного производства. Многие процессы стали проходить быстрее, качественнее и легче. На современном оборудовании учат и студентов. Например, здесь, в Чебоксарском электромеханическом колледже. Мы студентам, школьникам показываем современное оборудование и говорим о том, что сейчас на предприятиях республики идет большая модернизация производства. Эти станки позволяют в разы увеличить производительность труда на предприятиях нашей республики. Как раз наличие вот этого современного оборудования позволит нам поднять уровень квалификации наших студентов. Три в одном. Токари сейчас – это одновременно программисты, наладчики и операторы станков. Написать программу на компьютере, подготовить станок к работе и управлять им в процессе изготовления деталей. Всему этому учат здесь, в Центре компетенций. В этой профессии нет особых физических ограничений. Девушки работают операторами станков с ЧПУ наравне с мужчинами. Мы сейчас проходим производственную практику. Совсем недавно начали программирование. Мы за компьютерами в основном сидим сейчас. Ну и начинаем мы снова на этих станках. С самого начала было как-то интересно, как вообще работают вот такие станки. И просто знать, как изготавливаются детали. Папа Майи Степановой работает в сфере металлообработки. Глядя на него, девушка тоже решила обучиться этой профессии. Пришла, потому что хочется посмотреть новые технологии, красиво обрабатывать металлы. Детали, которые мы изготавливаем, могут пригодиться в промышленности. Например, в машинах, дома, например. Чтобы сломалось, можно самим сделать. И можно, например, велосипед изготовить из этой стали же получается. Просто все вырезать, обрезать, обточить, и получится готовый инструмент. Каждая из этих девушек только начала осваивать профессию оператор станков с ЧПУ. Но уже обе они мечтают попробовать свои силы в чемпионате профессионального мастерства рабочих профессий WorldSkills. Сегодня на это делается большой упор в профильных ведомствах. Только в этом году в Межрегиональный центр компетенций поступило три новых станка. Буквально на днях колледж выиграл российский грант по оснащению учебно-производственных мастерских современным оборудованием. В начале следующего года ЧМК получит более 50 миллионов рублей на развитие четырех компетенций. В их числе и инженерный дизайн. Инженерный дизайн КАТ – направление с отличными перспективами трудоустройства. Сложность проектирования и производственных процессов возрастает, и профессионалы инженерного дизайна всегда будут востребованы. Приложение КАТ широко применяется во многих специальных технических системах в различных отраслях промышленности. Здесь ребята учатся моделировать в начале детали, потом сборки, и после этого делать анимацию разборки, сборки, анимацию работы любого механизма, который существует, например, на предприятиях, в автомобилях, двигателях и все прочее. Сложность нашей компетенции – нужно много знаний из области физики, геометрии, алгебры. Сопромат надо знать хотя бы начальный. То есть очень много сложностей, плюс знание многих ГОСТов, так как правильно оформить чертежи, надо правильно поставить размеры, назначить посадки. Виктор Белов сейчас учится на четвертом курсе в направлении инженерный дизайн, видит свое будущее. Витя – активный участник чемпионата WorldSkills. В этом году он стал победителем регионального этапа, прошел отборочный чемпионат в Комсомольске-на-Амуре, хорошо проявил себя в национальном финале. Сейчас Витя создает проект для межрегиональной конференции «Юность Большой Волги». Это проект роботоманипулятора для «Юность Большой Волги». То есть он должен перемещать деталь и управляться с помощью блютуса, ну либо с помощью компьютера, это уже на выбор пользователя. Мне нравится работа со станками и вообще производство. Мне нравится создавать какие-либо вещи с помощью этого всего. Есть какая-то идея, и я имею возможность ее реализовать. Это приносит пользу. Все вещи, которые вокруг нас, они были созданы с помощью производства. Даже тот же стул, на котором мы сидим, он тоже был кем-либо смоделирован, смоделирован, просчитан, нагрузки, которые он может подержать. И воссоздан в реальном мире. 9,5 тонн цельносварного металла, 18 тысяч сваренных деталей, высота с 80-этажный дом. Эйфелева башня – самый известный продукт сварки. Если в 19 веке это творение было похоже на чудо, то современный мир полностью держится на металле. Поэтому специалист по сварке будет нужен всегда. Это ответственная профессия, от качества работы которой зависят долговечность и устойчивость строительной конструкции, срок службы различной техники. И компетенция сварочной технологии – одна из самых популярных на чемпионате WorldSkills в России. Именно это направление оказалось самым представительным по географии и количеству участников. Сварка сейчас в последнее время, ну, наверное, максимально востребована из числа рабочих специальностей. Поскольку большинство работ в машиностроении, в металлообработке не обходится без сварочных процессов. Очень много людей поступает на обучение сварщиков. Стараемся работать и обучать максимальное количество желающих. Чебоксарский электромеханический колледж не первый год представляет своих участников в этой компетенции. И, конечно, чтобы показать достойные результаты в этом направлении, сварщики должны знать современные технологии. Поэтому в колледже внимательно следят за последними обновлениями линейки и требованиями инфраструктурных листов, которые проявляет Академия молодые профессионалы к образовательным площадкам. Все оборудование в целом соответствует требованиям. И периодически, конечно, колледж осуществляет закупку дополнительных источников питания. Вот сейчас в ближайшее время ожидаем поставку в регион. Еще 13 источников питания. Оборудование в ресурсном центре по обучению сварки соответствует новым потребностям и стандартам. Здесь есть возможность выполнять сварку ручную, дуговую, плавящимся покрытым электродом, частично механизированную на защитном газе. Также можно соединять металлы способом ТИК. Это сварка не плавящимся вольфрамовым электродом в инертном газе. В колледже обучиться этому направлению желают большое количество студентов. Например, Максим Васильев учится на специальности электромайнсер, но параллельно он решил освоить и сварку. С варкой обучаемся мы уже 4 дня. Первые дни было сложно. Сейчас уже привыкли. Мне нравится работать с металлом, как металл плавится и нравится соединять металлы. Хочу стать специалистом широкого профиля. Это Валли. Последний робот на земле. Запрограммирован на уборку. Запрограммировать своего Валли могут участники направления промышленной робототехники. Сварить, закрутить, спаять. Эти машины могут заменить человека. Промышленная робототехника – пример уникальных разработок, которые еще 10 лет назад казались фантастикой. А сегодня уже широко применяются в производстве для выполнения рутинных или опасных для человека задач. И эти студенты отлично понимают, что за их профессией будущее. Классно на робототехнике то, что ты остаешься наедине с собой. То есть результат зависит именно только от тебя. От стрессоустойчивости, от того, готов ли ты к долгому процессу программирования. Роботы умеют делать все, если для них подготовить оборудование и составить хорошую траекторию движения. Эта лаборатория совсем скоро превратится в полигон по развитию промышленной робототехники. Здесь пройдут соревнования WorldSkills и JuniorSkills сезона 2019-2020. Сейчас лаборатория докомплектовывается. Для проведения чемпионатов вся техника должна соответствовать инфраструктурному листу. Техническое оснащение по нашей компетенции, конечно, оно играет большую роль. И нюансы, которые как раз имеются в нашей компетенции, связаны с тем, чем робот оснащает. То есть, с одной стороны, сам робот, но кроме него большое количество различных исполнительных механизмов, программного спечения, технологических пакетов, каких-то дополнительных устройств, которые нужны для того, чтобы организовывать и проводить соревнования. Всего в Чувашии в этом году оснастили 25 лабораторий и мастерских по стандартам WorldSkills. В следующем планируется обновить 29. Это стало возможным благодаря участию Республики в федеральном проекте молодые профессионалы национального проекта образования. Недавно завершились отборочные испытания в расширенный состав национальной сборной, но участникам некогда расслабляться. Одним нужно готовиться к международным соревнованиям, другим снова проявлять себя на региональных этапах. Но всем им особенно важно тренироваться на специальном оборудовании соответствующим стандартам WorldSkills. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова